Всем привет! С вами Александр Усульцев и это Московские новости недели. Мы с вами находимся в Петровском парке, рядом с метро Динамо. Как не прогуляться по некогда излюбленному загородному месту гуляния москвичей еще 100 лет назад. Посмотреть на эту осень, посмотреть на архитектуру вокруг и обсудить московские новости. Синоптики обещают, что у нас зима еще не спешит и снег у нас ожидать пока ранний не стоит. Поэтому наслаждаемся этой осенью красивой, которая действительно, если вы пока не успели погулять по паркам, обязательно сходите, прогуляйтесь не только по паркам, а по живописной Ивановской горке и по, может быть, нескучному саду. В общем, наслаждаемся прекрасным увяданием природы. В этом году увядание природы сопровождается как традиционной эпидемией гриппа. В общем, это все каждый год проходим. Но, конечно, в этом году с особенностями. Все мы знаем события последнего полугодия. И сейчас, ну, во-первых, Собянин пообещал на неделе, что все-таки вот эти обязательные переводы 30% на удаленку продляется до конца ноября. Детей, сказали, поддержат пока вне школ на удаленке с 6 по 11 класс. Также до 8 ноября, видимо, будут решать, потому что на следующей неделе все-таки один выходной день. И явно многие там кто на дачу уедет, кто еще как-то, в общем, решили детей еще поддержать. Более того, маски и перчатки сделали обязательными. Не только в общественном транспорте, но и в такси. Теперь водитель такси должен, по идее, должен отказать в перевозке, если пассажир не надевает маску. Продлили также систему чек-инов. Вот этих ночных чек-инов в заведениях, клубах. Что обязательно нужно всем по QR-коду регистрироваться, если вы ночью находитесь. Продлили это все до 29 ноября и, в принципе, сейчас массово пошли в прессе вбросы. Ну, даже не вбросы, а такие комментарии управляемые, что, мол, рестораторам это все нравится. И, может быть, это все, в принципе, внедрите и днем. Не удивляйтесь, если в ближайшую неделю или две, ну, или в течение ноября у нас вход в любое заведение и в любое учреждение, тем более государственное, нужно будет регистрировать онлайн вот с помощью той самой пресловутой цифровизации, про которую мы говорили. Ролик про итоги десятилетнего правления Собянина вышел буквально в этот четверг на нашем канале. Самая удивительная новость пришла буквально незадолго до записи этих новостей, потому что Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в самое ближайшее время. В принципе, вы уже могли видеть, что, по сути, учились, как это все развертывать на вакцинации против гриппа и очень активно ее пропагандировали в сентябре. Я думаю, наверняка каждый из вас видел пункт вакцинации у какого-нибудь метро. Что-то будут вкалывать от новой коронавирусной инфекции. Комментарии на Яндексе, к новостям на Яндексе, всегда такой самый показатель народных настроений. А там в основном творится разворот и шатание, и все говорят, вот сами себе вкалывайте непонятно что, а мы пока подождем. Напишите тоже свое мнение в комментариях, обсудим, я все читаю и отвечаю. Привились бы вы сейчас или нет? Или, может быть, вам надоело то, что куча ограничений, и хотелось бы поскорее получить справку, и просто самому даже не волноваться, и привитым сходить везде уже спокойно. При этом, хоть Собянин и анонсировал, что в ближайший месяц всех начнут вакцинировать, но запасной бронепоезд все равно подготовил. Потому что в новой Москве госпиталь снова расконсервировали и снова показали нам фотографии, что вот все готово, если что. Все-таки удивительно, как Москва выросла за какие-то сто лет, да, не то что за сто лет, на памяти многих нынешних пенсионеров, потому что Петровский парк еще даже до революции воспринимался, и даже до войны воспринимался как что-то такое, скорее, загородное. Большой обширный парк рядом с Петровским путевым дворцом. Сейчас он зажат со всех сторон уже новой застройкой. Здесь и Динамо, новый уже стадион. Сейчас местные застройщики его рекламируют, что чуть ли не как вообще самый центр города 10 минут до Кремля. Но, конечно же, без пробок. Ну, а в былые времена сюда приезжали за город погулять разгульные вот эти все купеческие гуляния. Там и Яр дальше ресторан, и здесь же знаменитый был ресторан Эльдорадо. У нас самое забавное, что до сих пор Эльдорадовский переулок сохранился в этом районе. Напоминание о том разгульном ресторане Эльдорадо. Интересно, что его переименовали в Эльдорадовский в советское время. Даже какое-то время он был в советское время переулком Цыганский уголок. Гуляли разгульно с цыганами. Так-то до революции название было, конечно, Монастырская земля. Даже без нас переулка. Ну, а главной новостью этой недели, несомненно, можно назвать то, что у нас после реконструкции, как ее назвали, открыли автовокзал Центральный. Ну, Центральный автовокзал, он находится далеко от центра, в Гальяново, на Щелковской. И это знаменитый автовокзал на Щелчке, как его называли, откуда многие уезжали, в принципе, по разным городам России на автобусе и долго-долго тряслись. То есть, да, автовокзал был там простенький, модернистский, правда, ну, такой, даже, можно сказать, интересный модернистский проект, который оброс со временем рыночными площадями, превратился в грязный, тесный и не отвечающий современным требованиям. И что тогда решили сделать? Может быть, реконструировать и сделать там самый лучший автовокзал в Европе? Ну, Москва все-таки город такой богатый, бюджеты, наверное, одни из самых больших вообще в мире среди всех городов. Но нет, решили на Щелковской, даже не стесняясь, назвать это не автовокзал, а прям, как там написано, ТРЦ. ТРЦ, торгово-развлекательный центр. Торгово-развлекательный центр, ну и немножечко автовокзал. Причем получилось вообще очень забавно, потому что, ну вот все мы хоть раз попадали в торговый центр, который устроен таким образом, чтобы ты не максимально быстро поднялся на нужный тебе этаж, а прошел максимально длинным путем до нужной тебе точки, пройдя через, мимо всех магазинов, через фудкорты, вообще вот везде. И по этому же принципу был сделан автовокзал, потому что там не просто удлинили эти дорожки непосредственно в самом ТРЦ, там сам автовокзал вынесли на шестой этаж. То есть человек, которому надо просто уехать, должен подниматься пять этажей через все эскалаторы, через все вот эти коридоры, мимо магазинов. Ну, я уж молчу, когда человек там опаздывает, и у него пять минут до автобуса, а ему там подниматься просто очень долго. И, как вы знаете, лифтов в таких торговых центрах делают мало, и ходят они медленно, быстрее добежать по эскалаторам. Ну и, соответственно, автобусы также карабкаются на шестой этаж, чтобы посадить там пассажиров, а потом также с этими пассажирами спускаются. Ну, там, конечно, говорят, что там у нас интеллектуальная система светофоров, которая дает удивительно приоритет автобусам, которые едут вверх. То есть, вы представляете, какой ад там? То есть, уже даже в пресс-релизе сказано, что потоки не разведены. То есть, автобусы, которые поднимаются, они имеют приоритет перед автобусами, которые спускаются. То есть, в 20-е годы почему-то Константин Мельников понимал, что автобусы нужно разводить, и чтобы они даже на уровне земли выезжали из разных ворот и заезжали через другие ворота. Ну, а у нас, как пишут в пресс-релизах, уникальное решение. Мы изобрели даже не велосипед, а целый автовокзал. Прям гордость за Москву. Ну, а мы продолжаем гулять по прекрасному осеннему Петровскому парку. Я, когда гуляю, здесь живо представляю, как это все выглядело сто лет назад, потому что здесь даже видео есть, когда зимой 1908 года здесь братья Патэ, те самые братья Патэ, Патефон и кино, они здесь сняли, как какие-то гимназистки катаются на лыжах. И воспринимается это нами, как какой-то лес вообще далеко за Москвой. А это здесь рядом. По сути, в наше время тут практически пешком до центра дойти за полчаса. Ну что ж, а у нас продолжается в Москве эволюция пространств. Много скандалов было с знаменитой ямой на Хохловской площади. И мы уже говорили, что вокруг нее начали делать изящный стеклянный забор, который такой сложный, и не знаю, как его мыть будут. Но его доделали. И теперь, по сути, в эту яму с любой из сторон не зайдешь. По сути, два входа, которые легко перекрыть. Вот такой вот хипстерский охраняемый лагерь. Ну а рядом с Artplay положили плитку, посадили деревья. И мы уже летом говорили о том, что на какой-то момент была такая опасность, что красивую старую арку проезда трамвайного под железнодорожными путями могут сделать какой-то типовой. Но, к счастью, этого не случилось. И это все быстренько отменили. Пространство там, наоборот, подчистили от хаотичной парковки. По сути, Artplay теперь еще и красиво расширяется удобным пространством и рядом с трамвайными путями. На этой неделе показали, как будет выглядеть станция метро с помпезным названием «Славянский мир». Это новая станция, которая строится на коммунарской линии. Линия уходит в Новую Москву, на самый юг и дальше на север, в сторону Академической. Станция сама выполнена в серо-оранжевой гамме, с славянскими мотивами, как говорится в пресс-релизе. Ну, а наземный вестибюль будет как будто бы сложен из больших валунов. Вот это самый интересный момент. То есть, как развивается сейчас архитектура метрополитена? Она стала развиваться примерно так же, как в свое время развивалась компьютерная графика. Ну, те, кто занимается разработкой, я думаю, хорошо понимают, что сначала у нас были там 3D, сложно усложнялось, усложнялось, усложнялось 3D. А потом вдруг разработчики, а в данном случае архитекторы, поняли, а зачем усложнять, когда мы можем быстренько это все клепать, красоту наводить с помощью текстур. В результате, если раньше у нас были там помпезные сталинские станции и невероятно красивые компьютерные игры еще там 20 лет назад, то сейчас у нас станции простенькие, заклеенные зачастую чуть ли не пленкой. В компьютерных играх у нас Майнкрафт. В общем, стали все делать как из кубиков, элементарными, примитивными фигурами, хитро наводить лоск текстурами. Мы с вами подошли к новому стадиону Динамо, у которого на этой неделе сдали и показали большое общественное пространство, которое теперь, мол, с плиткой доделано. Вот посмотрим, как оно выглядит. У стадиона Динамо тут сразу нас ждет удивительное. Просто оцените нас, как здесь заморочились по поводу дизайн-кода и как смогли просто максимально стимулировать международные даже компании, такие как Макдональдс, сделать именно по этим требованиям все. Потому что я вообще первый раз вижу, чтобы... Ну, ладно, еще перекресток уговорили местная компания, чтобы они сделали не зеленый логотип, а белый. Но как они договорились с Макдональдсом, это вообще для меня загадка. Ну и да, конечно, ну, у нас же новое время, стадион стадионом, а торговый центр в него встроить, это святое. Ну, в общем, торговый центр как торговый центр. Но единственное, что там отдали дань уважения, все-таки спортивной составляющей и сталинской архитектуре, сделали в потолке медальоны со спортсменами. В целом, все равно еще у Динамо гулять не особо приятно, потому что все равно здесь часть уже сдали давно, часть мы еще дойдем, там территорию доделали. Но в основном здесь все равно строится большая кольцевая линия и шумит Ленинградка, а это уж точно никуда не уберешь. А у нас продолжается мода на ведомственные храмы. РПЦ решила продать каждому ведомству храм. У нас есть самый главный храм Минобороны, у нас есть, сейчас строится, точнее, в Бутово самый главный спортивный храм и самый главный храм МГУ у нас показали на этой неделе. Такая удивительная, сказочная, многокупольная структура. Не знаю, я пока никак не комментирую. На этой неделе отчитались по поводу того, что сдали у Динамо всю общественное пространство, потому что здесь стройка-то идет очень активно. На примере метро мы уже с вами поговорили о моде на текстуры в архитектуре. Неожиданно текстуры вылезли еще и на улице Гарибальди. Там построили дом по реновации. Это в Новых Черемушках не просто построили дом по реновации, а зачем-то на доме по реновации сделали текстуру кирпича. Представляете, вот так смотришь, вроде как бы издалека такое кирпичное здание, а это текстура. Это какой-то просто пост-пост-пост-модернизм. А еще на этой неделе показали, как будет выглядеть новый небоскреб на Хадынском поле. Здесь, в общем, неподалеку Хадынское поле, бывший аэродром, полностью застроенный. Абсолютно новым районом. Там уже есть дом Уха. А будет, как видите, еще дом-треугольник. Ну, а вот здесь как раз благоустроили в Петровском парке часть спортивных площадок. Даже не благоустроили, а сделали новые. Вот этот сильный двор на Динамо. Смотрите, какие штанги сюда привезли. И какая-то чиновничья комиссия тут одновременно пришла сегодня посмотреть это все. Ну, а видите, здесь сделали рампы. Дети катаются. Здесь амфитеатр. В общем, прекрасное пространство для местных жителей. И здесь футбольно-баскетбольная площадка. Не, силовая площадка прям хорошая. Прям с такими штангами на цепях, с гантелями, с различными тренажерами. Жить здесь и не заниматься прям уж, когда у тебя тут прям спортзал бесплатный на свежем воздухе. В Google Play и App Store появилось приложение AirMoss. От всей души могу его рекомендовать. Какие-то энтузиасты, явно я бы выяснял, не связанные с городскими властями, заморочились и начали делать 3D-реконструкции. Например, там сейчас доступна церковь Екатерины Великомученицы в Кремле и Воскресенский мост. То есть можно прийти конкретно на это место и с планшета, с телефона, вставить на определенную точку, через камеру телефона, увидеть, как это место выглядело некогда в 3D-реконструкции. Вот надеюсь, что у них продолжатся и силы, и энтузиазм. Может, кто-то и поможет делать 3D-визуализации и дальше, потому что в Москве у нас очень много чего и утеряно было, где-то запрятано под землей. Ссылка на air.moscow будет в описании. Тут прям рекомендую установить и просто посмотреть, как это работает. В ночь с четверга на пятницу в Москве прошла акция на грани такого современного искусства «Память о жертвах политических репрессий». У нас же очень много стоит мемориальных досок на различных домах, где написано, что вот человек здесь жил, полководец или большой руководитель советский, жил с такого-то года по такой-то год. И многие из этих великих людей были репрессированы в 35-м, 36-м, 37-м годах. И, собственно, под или рядом с этими мемориальными досками какие-то энтузиасты написали просто от руки, ой, а что это он выехал, ой, а что с ним случилось дальше, а почему в 37-м году уехал из дома? Ну, просто такой немой вопрос. Может быть, кто-то будет проходить и обратит на это внимание и задумается. Скорее всего, это уже в течение сегодняшнего дня замажут, но как акция и как такая акция по привлечению внимания к нашей истории и памяти просто прекрасная. Нет, Петровский парк прям приятно преобразился. И все-таки у метро не очень хорошо гулять, а вот здесь прям можно. Будете в этих краях, может, специально не стоит ехать, но вот погулять местным, если рядом живете, можно. Тем более такая красивая осень. И здесь же сделали очень интересную детскую площадку. У нас вообще в России только-только сейчас начинают учиться, как делать детские площадки, так, чтобы это было хорошо, а не чтобы отделаться и выполнить просто галочку в социальных обязательствах. На этой же неделе я бы порекомендовал, кто интересуется темой, у Аркадия Гершмана вышло очень хорошее видео про детские площадки, как они должны работать в городском пространстве, как они делаются в других странах. В общем, кому прям тема эта узкоспециально интересна, очень рекомендую. Ну и напоследок, куда пойти в эти выходные. А у нас не просто эти выходные, у нас еще на следующей неделе 4 число, День народного единства, выходной в среду. Ну, во-первых, у нас Ночь искусств будет в субботу на воскресенье. Конечно, в этом году она также пройдет онлайн, но, в общем, можете зайти на сайты любимых музеев или в выставочных залах, темой которых вы интересуетесь. И там будет какие-нибудь онлайны, движуха и, в общем, что-то интересное. И, конечно же, приходите на наши экскурсии, которые мы проводим в поддержку проекта. Сейчас гибридный формат. То есть, часть экскурсий проходит в офлайне, а часть стримами. Стримы, прямые трансляции на этом канале в субботу и в воскресенье в 15.15. Легко запомнить. И, соответственно, в среду также в 15.15 начнется стрим. Чему они будут посвящены? Где мы будем гулять? Мы каждый раз определяем вместе с вами в комментариях. Здесь будет прикрепленный самый первый комментарий. А к нему варианты, где погулять. И варианты, которые наберут больше всего лайков. Вот эти три варианта будут реализованы в субботу, в воскресенье и в среду в 15.15. Кто хочет погулять по прекрасной осенней Москве сейчас в реальности, для тех мы организуем в субботу, в воскресенье и в среду 4 экскурсии. Запомнить также легко, потому что все экскурсии пройдут в 13 часов в субботу, в воскресенье и в среду. В субботу в 13 часов будут 2 экскурсии. Первую экскурсию проведет Татьяна Воронцова, которую вы все прекрасно знаете по онлайнам весной и летом. Мы просили нас неоднократно повторить маршрут экскурсии по такому затрапезному и неблагополучному дореволюционному району. В районе Трубной площади, Сухаревки, где там публичные дома и прочее. Было и ужас, что творилось. В этот раз по этому району проведет вас немножко с другим уклоном и акцентами Татьяна Воронцова. В 13 часов вы собираетесь 31 числа у Макдональдса на Сухаревской, на площадке. И дальше идете гулять. 31 же числа в субботу в 13 часов Александр Иванов будет вас рад поводить по Кадашам, по Замоскворечью. По одному из самых заповедных уголков Замоскворечья. Это такой отдельный мир, Кадашевская Слобода. И встречаетесь вы с ним у метро Третьяковская. Около выхода из метро. Там один выход, так что не заблудитесь. В 13 часов в субботу. 1 ноября в 13 часов Александр Иванов будет рад вас поводить по острову Неведения, как мы его называем. Остров, который между водоотводным каналом и Москвой-рекой тянется через весь центр города. И в воскресенье будет по одной части этого острова, а в среду по другой части. То есть в воскресенье от Красного Октября до Болотной площади. И встречаетесь в воскресенье в 13 часов у метро Кропоткинская. Только это последний вагон, если я хотят, центра. То есть это выход на Волхонку к храму Христа Спасителя. То есть по лестнице вверх поднимайтесь, и там вас будет у выхода из подземного перехода ждать Александр Иванов. В 13 часов у метро Кропоткинская в воскресенье. А в среду Александр Иванов также по острову Неведения, только по Садовнической улице и ее окрестностям. С другой стороны этого острова в 13 часов 4 ноября у метро Новокузнецкая. Там тоже один выход на площадке у метро Новокузнецкая. Так что приходите к нам на офлайн экскурсии, заходите к нам на стримы. Спасибо, что поддерживаете наш канал, потому что мы живем за счет этих экскурсий и ваших донаток на стримах и делаем ролики. Посмотрите ролик про итоги Собянинского управления, который вы просили записать в прошлую пятницу. Подписывайтесь, если хотите поддержать проект еще больше, на ежемесячный платеж. Он дает доступ ко всем записям стримов, потому что мы их убираем в архивы. Кроме того, для спонсоров мы общаемся по понедельникам вечером, каждый понедельник, обсуждаем, может быть, приоритеты в роликах, про что еще снять. Так что такое живое общение в прямом эфире. Ну и отдельно хочу поблагодарить, у нас есть донат, на который можно подписаться, спонсорская подписка почти там на две тысячи. И есть больше десяти человек, кто подписалось на такой ежемесячный платеж. Теперь традиционно будут указываться в титрах к новостям. Так что спасибо вам огромное, всем, кто поддерживает нас постоянно. Мы существуем только благодаря вам. Ну а я с вами прощаюсь на этом. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, обязательно это необходимо для, в том числе, для роста канала. Подписывайтесь на этот канал. И до новых встреч, всем пока. С вами был Александр Усольцев. Вот я никогда этого не понял. Я иду по краешку, вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот тут огромный тротуар тут рядом. Человек идет прям на меня последний, и только в последние там полтора метра отворачивает. Причем не сюда вот, а вот сюда по листьям. Вот в чем логика.